Здравствуйте! Сегодня здесь, на севере Испании, в провинции Кантабрия, в курортном городе Сантандер, проводится первый официальный тест нового автомобиля Chevrolet Sedana Cruze, который призван заменить модельной гамме европейского Chevrolet, Chevrolet DAT, популярную в Западной Европе, в том числе и в России, модель Lachetti. При более близком знакомстве становится понятно, что, несмотря на большое количество новых деталей и решений, самая главная инновация Chevrolet Cruze – это, конечно же, дизайн. А самое главное в дизайне Chevrolet Cruze – это общий силуэт, прежде всего, контур крыши, который повторяет очертаниями купе, несмотря на то, что здесь четыре двери и полноценный второй ряд кресел, общая линия создает некую спортивность. Вообще идея, которую вложил главный дизайнер в этот проект, была эмоциональность. Создать автомобиль более эмоциональный, чем он был. Для этого некоторые элементы автомобиля, привычные элементы автомобиля, нужно показать немножко по-другому, как-то оригинально. Вот, скажем, световая линия, центральная линия автомобиля, вот эта вот выштамповка, которая делает машину чуть длиннее визуально, она немного вогнутая, выглядит необычно, в то же время выполняет свою функцию. Но эта идея с оригинальничать в время проекта выражается иногда в том, что начинают оригинальничать все одинаково, и некоторые детали, скажем, вот форма задка автомобиля, она напоминает своими контурами. В некоторых ракурсах даже бенгловские мотивы, вспомните BMW, что-то, может быть, есть от Volvo, что-то даже от Opel Insignia, кстати, GM-овского проекта, GM-овского автомобиля. Кстати, может, именно об этом говорил шеф дизайнерского отдела, когда упоминал стиль Chevrolet Cruze как глобальный стиль. Выражается это в определенной форме некоторых элементов, наличии больших плоскостей и острых углов переходов. Преемственности деталей, скажем, световые блоки задних фонарей напоминают некоторые другие автомобили GM, которые в определенных ракурсах напоминают Коптиву, Эпику, тот же Авея нового поколения. То же самое можно сказать и о передке. Прежде всего, это фальш-решетка радиатора, состоящая из двух уровней. Теперь он как бы полностью интегрирован в переднюю часть автомобиля, в капот и огромный бампер, который охватывает передок от колеса до колеса. Она стала намного заметнее и крупнее эмблемы Chevrolet, которую теперь принято называть не крестом, а бабочкой. Ну и самым главным элементом, конечно же, фары, которые являются своеобразной гордостью дизайнерской группы. Некоторые углы и линии отдаленно напоминают детали самой вот этой вот бабочки Chevrolet. В то же время это как бы как стрела, указающая стрелка. С одной стороны она указывает на верхнюю кромку крыла, говоря как бы о стремительности автомобиля. С другой стороны она указывает где-то примерно на осевую линию машины, говоря о целеустремленности движения вперед. А внутренние элементы фары по задумке дизайнеров напоминают ювелирные изделия. А завершает эту общеслаженную картину большие относительно размера автомобиля колеса и короткая крышка багажника, которая делает машину стремительнее, при этом все это в комплексе выглядит очень надежно, призвано выглядеть надежно. И по моим ощущениям этот автомобиль должен очень хорошо вписываться в городской пейзаж и в городской трафик. Что мы, собственно говоря, сейчас и проверим. Двери у Chevrolet Cruze вспахиваются не слишком широко, и дверной проем, как видите, не самый высокий. Но садиться удобно, как ни странно, посадка ничем не затруднена, ни рулем, ни сидением, ни дверным проемом. Ключ Chevrolet Cruze спрятан в брелке, достается вот так. На брелке три кнопки, два канала, соответственно, открытия и закрытия дверей, и отдельная большая кнопка открывания багажника. Притом она не просто открывает замок, но и немножко приоткрывает багажник. Это удобно, если у вас, скажем, много покупок и заняты руки. Автомобили того класса, к которому относится Chevrolet Cruze, призваны чувствовать себя уверенно и в городе, и за городом на шоссе в дальней дороге. В городе все в порядке, благодаря, прежде всего, мощному, достаточно мощному двигателю, 1,8 литра на нашей машине, 140 линейных сил, и шестиступенчатой коробке передач, которая помогает справляться с разгонами. Погода здесь меняется в течение дня несколько раз. Но ничего удивительного, в принципе, это Испания, к тому же север Испании. Только что было жутко холодно, пронизывающий ветер, а сейчас жара, солнце. Курорт настоящий. Автомобиль идет очень плотно. Небольшие неровности асфальта, стыки или какие-то люки проходят заметно, но не раздражающе. По крайней мере, вот на этой версии с 1,8 литровым бензиновым двигателем дизель будет немножко более рыхловат. А 1,6 мотор, который легче, конечно же, отразится на том, что хорошо настроенная подвеска будет отрабатывать всякие препятствия жестче. А вот с главными городскими препятствиями, лежащими полицейскими бордюрами, у груза не то чтобы проблема, просто на малой скорости. Он проходит грузно-шлепая подвеской, довольно тяжело. А вот уже на рекомендованной здесь в Испании 40 км в час пролетает незаметно, слегка только ба-ба-бам по самой пробке. С бордюрами это все однозначно, поскольку передний свес очень низкий, плюс еще защита, бампер аэродинамически красивый, но не каждый бордюр он проходит не зацепившись, увы. Очень приятно работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Она быстрая и в то же время как бы есть такая интересная особенность, она как бы предупреждает о переключении. То есть когда ты нажимаешь кикдаун, сначала происходит небольшой рывочек и почти с мгновенного. Диапазон очень невелик временной между нажатием на педаль и разгоном автомобиля. Но все равно он заметен, машина как бы предупреждает о том, что сейчас я буду разгоняться, переключаться. Кроме того, трансмиссия здесь самообучающая, если можно так сказать, адаптивная. При этом учится она очень быстро. Стоит, вот, проехав пробку где-то на каком-то отрезке, резко дать газу, она это запоминает, и следующие метров 200 вы будете ездить буквально рывками. Потом она об этом забывает после плавной езды, и снова разгон становится мягким и аккуратным. А вот тормозит двигателем коробка великолепно. Стоит отпустить педаль акселератора, как спустя буквально 3-4 секунды чувствуется, как коробка переключается вниз. Рулевое точно, но у ее в работе есть какая-то неуверенность, что ли. То есть оно не очень четкое. Кроме того, вот на быстрых перекладках, скажем, на змейке, получается так, что руль при повороте, при смене вектора направления, не то чтобы закусывает, но как-то чуть-чуть его притормаживает. И поэтому приходится рывком сдвигать с места, чтобы повернуть на большой угол. Это неприятно, но на безопасность движения уж точно не повлияет. Еще один комплимент хочется отвесить тормозам. Во-первых, педаль адекватно работает совершенно, не слишком жесткая, не слишком мягкая. И очень точно дозирует замедление с машины при нажатии, плавном нажатии на педаль. Она тормозит плавно, при резком-резком, совершенно адекватно, очень понятно и точно. Ну и, наконец, о главном, что беспокоит наверняка тех, кто задумывается о покупке Chevrolet Cruze, это шумоизоляция. Вот здесь вот мы едем в тоннели, это лучше всего проявляется. И, если можно так сказать, то акцент шума, приходящего извне, он сместился как бы вверх. То есть теперь через стекла, скорее, через остекление достигает шума от машины, которые ездят рядом. То, что машина качается по асфальту, это практически не слышно. Вдохновителем идей для дизайна кокпита Chevrolet Cruze, предметом от которого брали основные формы и контуры, стал, как это ни странно звучит, Corvette, вероятнее всего последнего поколения. А главная идея, которую передал Corvette Cruze, это симметрия, симметричность кокпита, симметричность передней, прежде всего, панели. Если бы не руль, панель приборов и некоторые элементы управления, то эта симметрия была бы сохранена полностью. Как мне видится, в контурах деталей оформления передка превалирует какая-то рыцарская, если угодно, тема. Это щитовидные контуры, некие стреловидные, какие-то крылья драконии, если угодно, какие-то маски рыцарские. Хотя, конечно же, изначально никто не подразумевал похожесть на что-то подобное. Скорее, тут хотели передать, опять-таки, стремительность и какую-то легкую агрессию, не связанную с жесткостью, не связанную с какой-то агрессией тяжелой. Chevrolet Cruze не позиционируется как автомобиль премиум класса, но все равно джаммахцы не стали использовать слишком уж дешевые материалы в отделке. Скажем, здесь есть кожа, которая обтянут руль, пластик с тиснением под кожу, достаточно мягкий, он не дребезжит. Здесь есть алюминиевые вставки, скажем, на передней панели и на консоли. Здесь есть какая-то отделка под хром. И что самое оригинальное в отделке передней панели, применена настоящая ткань. Выглядит очень здорово и достаточно дорого. О водительском месте стоит поговорить особо. И вот почему. Начнем с обычного. Рулевая колонка регулируется в двух подкластях по вылету и по наклону. Достаточно на больших углах и можно подобрать под себя положение. Самое интересное здесь регулировка кресла водителя, даже не самого кресла. Кроме обычных, в общем, сейчас регулировок по высоте подушки с помощью качающегося рычага и по наклону спинки, здесь есть тоже обычная регулировка по расставанию до педали, но какая она? Я с трудом достаю до руля и вовсе не достаю до педалей. Это редкость, огромная редкость. Ну, я не знаю, я могу по пальцам пересчитать автомобили, где мне просто просторно, не говоря уже о таком вот вопиющем факте, как вот мне не хватает длины ног. И это при росте 187 сантиметров. Но, впрочем, чудес не бывает. И если я сейчас попытаюсь сесть сам за собой, наверняка у меня это не получится. Давайте попробуем. Ха, ну даже можно и не пытаться. Конечно, это несерьезно. Вот, собственно говоря, и секрет весь. И это при том, что производитель утверждает, что у Круза самый большой салон в классе. Тем не менее, давайте все-таки подвинем водительское кресло немножко вперед, чтобы я доставал до педалей, и проверим, каково пассажирам второго ряда. Ну, прежде всего, должен сказать, что забираться не очень удобно. Все-таки покатая крыша сказывается на том, что высота проема невелика. Во-вторых, для длинноногих, коим я себя отношу, сзади сидеть будет умеренно комфортно. Выемка на спинке сидения ниже, чем колени, и поэтому опирается прямо вот в жесткую вот эту вот границу. Ну, в основном, в общем, нормально, плоские сидения невысокие. Здесь есть подлокотник с подстаканниками, и еще один подлокотник отформован на панели двери. Круз, как вы видите, седан, но для того, чтобы перевести, скажем, стопку пакетов для сборки мебели или сноуборд, или что-нибудь длинное подобное этому, вот такая опция придумана конструкторами, удлиняющего багажник метров до двух. Ну, не до двух, но до метра семидесяти пяти точно. В обычном же положении объем багажника 450 литров, а под его полом спрятана полноразмерная запаска. Открывается багажник с помощью вот этой вот маленькой прорезиненной клавиши. Кстати, мы и так и не научились ею пользоваться, и открываем багажник с брелка. Мы провели эти два дня самый популярный, по мнению производителей версии, 1.8 бензин с автоматической коробкой. Самый интересный вопрос, который связан с Круз, это, конечно, цена. Ценовая политика GM в Европе предполагает небольшое дифференцирование относительно стран, прежде всего, Восточной и Западной Европы, включая Россию. Но, в общем, диапазон определен. Это примерно от 12 до 20 тысяч евро за различные версии, за различные моторы. Что касается цены для России, здесь не все так четко и ясно. Но путем небольших арифметических действий мы выяснили, что средним стоимость Chevrolet Cruze в России будет около 14 тысяч евро. Хотя производители утверждают, что цена Chevrolet Cruze не превысит цену предшественника Chevrolet LaCette более чем на 6-8%. Что ж, посмотрим. А пока можно сказать, что да, Cruze нам понравился. В целом, трудно сказать о том, с кем он будет конкурировать, хотя GM и утверждает, что наиболее близкие соперники это Ford Focus и Toyota Corolla. Подождем, пока он появится в России, чтобы сделать сравнительные тесты. Тогда можно будет сказать определенно. Субтитры сделал DimaTorzok